Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Нацбанк Беларуси с 18 октября снижает ставку рефинансирования до 11% годовых. В рассмотрении президента Беларуси находится доработанный вариант декрета номер 3 о предупреждении социального иждивенчества и ключевой документ по либерализации в экономике проект декрета о развитии предпринимательства. В ближайшем будущем в Беларуси появятся два новых института по вопросам ЖКХ и налогового консультирования. 10 и 12 октября фонд Гомеля облимущества проведет аукционы по продаже неиспользуемого госимущества. На торги выставят 27 объектов. А теперь об этом и не только подробнее. Нацбанк Беларуси с 18 октября снижает ставку рефинансирования до 11% годовых. Решение было принято по итогам ежеквартального заседания по вопросам оценки и прогноза ситуации в экономике денежно-кредитной сфере. Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию. С учетом динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен по итогам этого года сложится ниже, чем прогнозировалось ранее – ближе к 6%. К другим новостям. Банки направят в будущем году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования около 425 миллионов рублей. Это следует из постановления Совета министров номер 728. Согласно документу, кредиты будут выдаваться Беларусьбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком и Белинвестбанком. В этом году на эти цели банки выделили чуть более 200 миллионов. Напомню, адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет – на 95%, детям-сиротам – на 35%. Молодым семьям при рождении одного и двух детей компенсируют 10 и 20% соответственно. Продолжаем выпуск. Совет министров направил на рассмотрение президента Беларуси доработанный вариант декрета номер 3 о предупреждении социального иждивенчества, пишет Белта. Напомню, Александр Лукашенко в августе, заслушивая доклады о демографической ситуации и содействии занятости населения, поставил задачу представить обновленный декрет к 1 октября. «Общество должно знать, что никакой отмены декрета номер 3 быть не может. Декрет номер 3 – это 300 тысяч тех, кто должен работать, но не работает», – заявил глава государства. Что касается новой редакции документа, Александр Лукашенко подчеркнул, местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах, должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. На рассмотрении президента Беларуси находится и ключевой документ по либерализации в экономике – проект декрета о развитии предпринимательства. Документом предусматривается утверждение единых требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, а также в области охраны окружающей среды и ветеринарии. Эти требования максимально систематизированы и сокращены. Президент также отмечал важность стабильной и предсказуемой ситуации в налоговой сфере. В связи с этим планируется ввести запрет до 2020 года на введение новых налогов и повышение налоговых ставок. В целом, проект декрета предусматривает кардинальные изменения механизма взаимодействия государства и бизнеса. Минимизируется вмешательство в работу субъектов хозяйствования, усиливаются механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою деятельность перед обществом при сохранении необходимого уровня контроля со стороны государства. Также планируется введение уведомительного порядка осуществления отдельных наиболее распространенных видов экономической деятельности. В соответствующий перечень войдут бытовые и туристические услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство сельхозпродукции, стройматериалов и иная деятельность. По данным Министерства экономики, именно в этих сферах сосредоточено порядка 95% малого и среднего бизнеса. Для занятия данными видами деятельности достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу «Одно окно» или с помощью портала электронных услуг. И на следующий день человек сможет осуществлять заявленный вид экономической деятельности. К другим новостям. Институт по вопросам ЖКХ может быть создан до конца года при Национальной академии наук Беларуси. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. В правительстве уже неоднократно обращали внимание на проблемы в ЖКХ. Так, во время недавнего заседания президиума Совмина, на котором обсуждалась готовность к работе в осенне-зимний период, премьер-министр Андрей Кобяков отметил, что в некоторых районах Беларуси жилищно-коммунальные организации значительно перерасходуют тепловую энергию при ее транспортировке по тепловым сетям. Кроме того, в Беларуси в ближайшем будущем появится еще один институт налоговых консультантов. Он будет способствовать созданию более комфортных условий для ведения бизнеса. Новая структура предусматривает комплексный подход в обслуживании клиента. Это может быть консультирование по вопросу минимизации налогообложения, выработка оптимальных путей для ИП, юрлиц, физлиц в той или иной сфере. До сих пор подобной структуры в стране не было. Действительно, этот институт в европейских странах уже создан и работает более 60 лет. Нам есть где подчеркнуть, скажем так, опыт и для того, чтобы внедрить его сегодня здесь, на территории Республики Беларусь. Он необходим. Лишь по той причине, что сегодня в Беларуси нашло отражение и получили работу аудиторы, бухгалтерские работники. Это специальное отражение, это налоговое законодательство, необходимо специальное знание. Поэтому, я думаю, он будет востребован. Начало дано, пока занимается и курирует это направление Министерство по налогам и сборам. Но, я думаю, когда пройдет становление этого института, будет создана их самостоятельная палата, где они будут заниматься, скажем так, направлениями, выработкой и работой налоговых консультантов Республики Беларусь. На практике это на сегодняшний день человек проходит специальное обучение, сдает квалификационный экзамен, получает разрешение на осуществление данной деятельности и ее осуществляет. Но самое главное, что если раньше аудитор оказывал такие услуги или бухгалтер, его деятельность не подлежала страхованию. Здесь деятельность подлежит страхованию и, соответственно, если будет нанесен какой-то ущерб, он будет возмещаться за счет вот этого страхового фонда, создаваемого при регистрации в качестве налоговых консультантов. К другим новостям. Проект изменений в указ номер 100 о мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности усовершенствует процедуру вовлечения этих объектов в оборот. В последний раз законодательство по этому вопросу менялось 5 лет назад. За это время в Беларуси было снесено почти 50 тысяч объектов, некоторые проданы или нашли новых собственников. В проекте изменений в указ сохраняются базовые подходы, которые показали свою эффективность. Что касается новшеств, то действие указа предполагается расширить с сельской местности небольших городов до всей территории страны с областными центрами и городами областного подчинения. Кроме того, решается вопрос о введении регистра учета ветхих домов в электронной форме. Кстати, если сегодня при согласии собственника снос ветхих объектов осуществляется за счет исполкома, то проектам предполагается осуществлять предоставление земельных участков с условием сноса ветхих объектов новыми собственниками. Кроме того, проектам упрощается процедура продажи ветхих и пустующих домов. В частности, на территориях, где спрос на такие объекты минимален, исполкомы смогут принимать решение о прямой продаже. Предполагается создание открытого механизма. Такой объект должен быть в открытом доступе. Если в течение положенного срока поступит только одна заявка на покупку, значит, будет прямая продажа. Если несколько, проводится аукцион. В продолжение темы. 10 и 12 октября фонд Гомель обл. имущества проведет аукционы по продаже неиспользуемого гос. имущества. На торги выставят 27 объектов, расположенных в 13 районах области. Больше всего лота в Житковичском, Мозырском и Чечерском районах, а также в Гомеле. За одну базовую величину можно приобрести здание комплексно-приемного пункта в Житковичском районе. За три базовых здания детского сада в Калинковичском. За 184 рубля административно-хозяйственную постройку в Хоникском районе. Самый дорогой объект – бывшая школа в Житковичском районе. Почти 475 тысяч. На втором месте здание расположено в Ветковском. Около 285 тысяч. Изолированное помещение в Гомеле по улице 2-й Орудийной. Можно купить почти за 150 тысяч. Примерно столько же стоит комплекс зданий производственной базы в Мозырском районе. Подробную информацию можно узнать по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова